Привет всем, с вами Ирина. Итак, продолжаю серию видео о моей жизни на Ямайке. В прошлых видео я рассказала вам о том, зачем и как я приехала на экзотический остров, и почему осталось работать на целый год. Мне пришлось расстаться с семьей и подписать контракт на год работы на Ямайке. Взамен мне удалось избежать зимы, насладиться самыми недоступными до простых туристов достопримечательностями острова. И я встретила множество интересных людей и узнала о культуре народа ямайковцы. Прошел месяц моей ямайковской жизни, и пока я работала на Ямайке, привыкала к ужасам и страхам на Ямайке, и в то же самое время я наслаждалась красотой острова и постоянно общалась с моим мужем через скайп. А мой муж планировал приехать ко мне в отпуск на Ямайку. Это была романтическая встреча на острове. Это должен был какой-то особенный отпуск, мы оба ждали его. Каждый день, приходя с работы, я включала скайп. И мой муж включал скайп на другом конце, в Канаде, я была на Ямайке. И мы сидели каждый день на связи. Я вам говорила раньше, что мы разработчики программных обеспечений, оба с мужем. И у нас такая болезнь у всех программистов, программеров. Болезнь заключается в том, что мы все работаем после работы. И так, значит, он работает в Канаде, я работаю на Ямайке. И мы вестим на связи весь вечер. Вот мы, значит, включена связь, у нас скайп is on. И как бы мы сидим, работаем, мы даже не разговариваем. Но звуки с его комнаты, с Канады, слышатся у меня дома. И такое ощущение, что мы находимся в одной комнате. Я слышу иногда, как гавкает моя собака, когда кто-то... Я знаю, когда кто-то к нам в Канаде позвонит в дверь. И я как бы в курсе, я как бы присутствую и там, и здесь. Кстати, на видео сейчас я для того, чтобы вы не скучали, я поставила видео дороги от аэропорта Ямайки до Кингстона. Кингстон – это столица Ямайки, столица ужаса. Да, и это, конечно, не то, куда ездит турист. Это я говорила вам в прошлых видео. У меня часто спрашивают, вот как ты смогла уехать из семьи, как это вы смогли без мужа, как бы жить отдельно. И я могу сказать, что мы уже как бы взрослые люди и довольно долго живем вместе. И с нашими технологиями как бы это сделало легче для меня. Все, что я чувствовала, работая на Ямайке. Конечно, это было скучно, но еще более это было страшно. Наверное, было больше страшно, чем скучно. Потому что я все равно разговаривала каждый день с домом и была весь вечер на связи с моей семьей. И я имела контакты с моей собакой, с моей царюшкой. И было так жалобно наблюдать, когда подходил Рио, запрыгивал на стол, смотрел в монитор, видел мое изображение через скайп. И начинал так жалобно лаять, мол, лаять, почти что плачет и говорит, давай, мол, выходи с экрана монитора, иди сюда. Так скучаю без тебя. И я, конечно, тоже скучала по всем им. Но мы взрослые люди, и жизнь как бы, как бы, приходилось жить вот именно так. Время шло, и мы планировали отпуск вместе. Долго обсуждали, искали в интернете самые интересные места для нашего путешествия по острову. Мы любим с мужем, как бы, мы не очень любители такого all-inclusive, где все включено. Мы искали такие классные бутик, отели, курорты, потому что хотелось испытать что-то особенное, то, чтобы запомнилось на всю жизнь. Мы уже забронировали и оплатили все гостиницы по острову. То есть весь наш отпуск был запланирован заранее. Муж купил билет до Ямайки, и оставался где-то месяц до нашей встречи на Ямайке. Уже прошло как-то довольно много времени, чтобы я привыкла жить одной в моей ориентованной квартире. Но все-таки мне было нелегко привыкать оставаться одной ночью и тоскливо приходить домой. Я вот всегда думаю о том, как живут одинокие люди. Ведь очень тоскливо на душе кошки скребут, когда ты приходишь домой, и никого нет, никто тебя не ждет. Ни муж, ни дети, ни собака, ни кошка. И я понимаю, как уделены, обделены одинокие люди. Значит, в моей квартире, когда я въезжала, это была совершенно новая квартира, только что построили ее. Мне установили, по требованию моей компании, установили, значит, хозяин квартиры решетки на окна, на двери. И на дверях не было ничего, потому что там новые, как бы сейчас везде популярно иметь в комплексах одинаковые двери входные, чтобы выглядело все красиво. Не разрешается вешать, естественно, сушить белье на балконах и так далее, на окнах, чтобы все выглядело красиво. Даже на Ямаке они как бы стремятся к таким вот дисциплинам. И, значит, я рассказываю о квартире своей. Да, был совершенно новый комплекс, куда я въехала. Никто до этого абсолютно не жил, то есть совершенно новая. Я была первая, кто жил в этой квартире. Вот, это было на втором этаже. И страшновато было, конечно, приходить мне. Одно я, я не отношусь к таким вот смелым женщинам, которая войдет в избу, войдет в горящую, коня на скаку остановит. Нет, я женщина более такая трусливая и всегда боюсь. Боюсь темноты, боюсь ходить одна. И вот, значит, я попала в такую ситуацию. Мне, конечно, было страшно думать о том, что вот вечером вдруг ко мне кто-то залезет. И когда я только что пришла вот на знакомство с моей компанией, с моим начальством, мне начальник на первом собрании сказал сразу. Значит, так как, да, криминал на острове очень высокого уровня, и компания моя работает как раз с криминалом. Это было и Министерство юрисдикции, где занимались всеми криминальными историями. И он мне рассказывал на собрании о статистике, и о том, что по статистике очень много женщин, пострадавших от преступлений. И особенно женщины, значит, особенно белой женщине, он говорит, что ты потенциальная жертва. Вот так вот он мне прямо в лицо сказал. И, конечно, от этого мне стало еще более страшно приходить к себе домой. Но я так думала, окей, у меня на окнах решетки, у меня на балконе решетки, второй этаж, ну кто ко мне может забраться? Но все равно я не могла спать полностью расслабившись. Какой-то вот инстинкт самохранения всегда держал меня начеку. Я по непонятной причине почему-то просыпалась каждую ночь, и вообще-то просыпалась примерно в одно и то же время. И как бы в полусне обходила мою квартиру. Я проверяла, в порядке ли дверь, окна, никто ли не залез. Это был скорее как ритуал, чтобы успокоить саму себя. У меня выходило в спальную окно, и я в любое время, открыв глаза, видела это окно с моей кровати. В моей квартире не было кондиционера, и мне приходилось держать окна и двери на балконе открытыми, потому что было так прохладнее, иначе было просто невозможно спать. И, значит, вот однажды я проснулась опять в таком вот страхе. Увидела эту качающуюся пальму в окне, и решила сделать мой очередной дозор по квартире. Когда я просыпалась, каждый раз меня немного окутывал такой вот холод, страха неприятный. И я стою в полусне, иду, подхожу к окну, можно сказать, с закрытыми глазами, так для себя, чтобы успокоить себя, что ничего нет, потому что мне казалось, ну кому надо залезать ко мне, у меня ничего в доме нет. И подхожу после, значит, к нам подхожу к балкону, и вдруг ужас. Меня просто парализовало на месте. Я увидела перед собой в полутьме большого черного мужчину. И если кто-то когда-либо из вас испытывал большой страх в своей жизни, они поймут, о чем я говорю. Это вот когда страх настолько велик, он сковывает твое тело, ты как бы парализован. Ну представьте, женщина одна ночью в квартире, и вдруг в 40 сантиметрах от меня негр. Я не знаю, сколько времени прошло, пока я наконец пришла в себя. Секунды это были, доли секунд, или вечность для меня это была вечность. За эти секунды мозг работал как самый быстрый компьютер, рассчитывая мой следующий шаг. Он может меня схватить через решетку, потому что дверь-то открытая, только решетка нас отделяет друг от друга. Может быть, меня хочет убить, может быть, меня хочет задушить. Я не знала, что. И я понимала, что должна была что-то делать в этот момент. У меня не было другого выбора, как первое сделать наступление и испугать его. Это вот мой инстинкт подсказал мне, что я должна его испугать. Из меня вдруг вырвался нечеловеческий крик. Голос, который я даже сама не узнала. Это была вот такая старая баба-яга, полушепотом, как бы кричащим шепотом, страшная женщина закричала «Я сейчас позвоню в полицию!» И тут большой черный человек вдруг как тень отпрянул от моей балконной двери и беззвучно, как обезьяна, слетел со второго этажа, как бы скользя по стене здания. Надо заметить, что он был босиком. Наверное, босиком для того, чтобы не было слышно, как он забирается к человеку. Это может быть так легче для них, я не знаю. И что, собственно, он делал на моем балконе, я никогда не знала, естественно, куда я могла знать. Балкон-то был, в общем-то, высоко. Это второй этаж. И он как вот с такой легкостью, спортивной, как обезьяна, слетел с него. В тот момент я еще не знала, убежал, куда убежал этот человек, вернется ли он еще, или он побежал, спрыгнул, для того, чтобы ворваться уже в дверь. Потому что выломать мою дверь можно одним пинком. Я была еще в таком оцепенении, не прошло, у меня сразу этот страх не прошел. И, конечно же, я сразу бегу к сотому телефону и набираю Канаду, набираю моему мужу, у них там 2 часа ночи, и я звоню за помощью. Help, помоги! Он, конечно, сразу ответил сонным голосом и объяснил спокойно, что он помочь, конечно, не может, но давай сделаем что-нибудь, тебе нужно позвонить в полицию. Я-то от страха забыл, как набирается на Ямаке полиция. И вообще, честно говоря, звонить в полицию по моим соображениям не было смысла, потому что я по работе знаю, что очень много людей боятся полиции, и полиция зачастую бывает виновником того, что они по ошибке застрелили человека или даже можно, он, значит, надругался над женщиной. Набираю свою подружку, мне муж посоветовал, набери кому-нибудь из сотрудников или друзей. Вот я набираю сотрудницу, мою африканскую подругу, конечно же, в 2 часа ночи на Ямайке была где-то, и она, конечно, спит, звонок уходит на сообщение, но обратный звонок поступает от нее прямо через минуту. Солнце мое проснулось, конечно, хорошая подруга. Она поняла, что у меня проблема, звонит мне обратно, я ей говорю ситуацию, она мне говорит телефон полиции, учит, как с ними говорить, и если не прощаюсь, вот я набираю полицию и жду, когда она подъедет. Полиция не приезжала, наверное, около 40 минут, прямо как у нас в Киргизии. Я осмелела, пока их ждала, открыла дверь, выглянула на улицу, стояла на втором этаже, на втором этаже своей квартиры. У них такой открытый концепт, весь второй этаж открытый, ты выходишь из дома и оказываешься на улице. И, значит, стояла я под ямайковским бризом, пока не подъехала машина полицейская, из нее вышло три человека. Я, значит, помахала им рукой, выбежала вниз, встретила. И, как выяснилось, трое полицейских, это очень молодые люди, два парня и женщина. И, глядя на них, я еле сдержала улыбку. Вот после таких страхов я просто боролась со своей улыбкой, потому что стражи порядка все были одеты в очень обтягивающую форму. Учитывая жаркий карибский воздух, хочется одеть что-то, наверное, свободное такое, из натуральной ткани, не обтягивающее. Так легче переносить жару. Но полицейские были одеты так, как будто бы они собрались на диско. Они хотели подчеркнуть свои секси молодые фигуры. Они скорее напоминали мне группу молодежи, пришедшую на дискотеки. Ох, ла-ла, подумала я. Да, но зато у каждого из них на поясе висел такой вот блестящий револьверчик. Я им рассказала все, как было. Они обошли нас, жилой комплекс, вернулись, сказали, что никого нет. Ну, вроде, наверное, мы так пойдем, наверное, спите спокойно, мэм. И я такая, как, ребята, вы разве не хотите записать мои данные? Я вроде бы как иностранный подданный. Вы же должны меня защищать. Вы должны обеспечить мне безопасность. Я не знаю, вернется ли этот человек. А вдруг, если вернется, и он не убьет. Как же тогда? Они говорят, ах, да, конечно, мы сейчас запишем ваши данные. Запишем. Похлопали по своим обтянутым карманам, в которой ни ручка, естественно, и ничего у них там нет, чтобы записать. Ручки-то в аптегон. Потом нашли все-таки какую-то ручечку. Бумагу не нашли. И вот эти вот горе-полицейские, которые главнее из них, один из них стал записывать этой ручечкой данные мои на своей руке. И вот тут я уже, я уже не смогла раскрыть свою улыбку. Засмеялась, говорю, я забыла о своих страхах, конечно. Я в этот момент очень, мне было просто дико смешно. Полицейский записывает данные потерпевшего на руке. Ну вот, мы попрощались. Мне пожелали спокойной ночи. Я поднялась к себе на второй этаж. Задвинула дверь холодильником и всем, чем можно. и все сказала я сама себе. Я непременно завтра же, завтра же съезжаю отсюда и вообще уезжаю домой, домой, в родную Канаду, к родным мужу, детям, в свой уютный, красивый дом с прекрасным, с прекрасным огородиком, к малюмой собаке и пускай, пускай там зима, пускай метели, но я хочу домой. Это было ночью. Ночью, конечно, я не спала, наверное, заснула только под утро. И когда проснулась, меня встретило замечательное, красивейшее ямайковское солнышко с птичками и заморскими поющими, я не знаю. И я подумала, окей, у нас запланирован отпуск с мужем. За все было заплачено. Куплен билет на дорогу сюда, мы оплатили все гостиницы, и были вдохновлены нашим отпуском, и уезжать как бы не хотелось. Плюс ко всему, был очень интересный проект на работе. Оставлять все это дело, отрываться от всего было как-то очень жаль. И, наверное, я для себя должна была, я должна была пересилить свой страх и ждать, пока не приедет муж. Думаю, ну ладно, вот в отпуск съезжу с мужем, а потом и уеду. И, конечно, пока закончу работу над проектом, немножко надо как-то было подготовиться, не просто так срываться с места. Вот такой был, по крайней мере, план на следующее утро. Мой муж должен был прилететь сюда. И настолько нас, насколько мы ждали этого отпуска, ждали этого романтического, романтической встречи. И я решила, окей, я остаюсь, потому что я хочу иметь этот интересный отпуск с моим мужем. И я должна еще немножко потерпеть. наутро я рассказала о происшествии моему начальству. Они мне предложили установить Security System, Panic Button. Значит, это система сигнализации с кнопкой паники. До этого мне не приходилось с этим сталкиваться, но я узнала на Ямаке, что это такое. Это обычная система сигнализации, которую устанавливают на решетки. На Карибах это устанавливается как бы не связано с окном, двери окна, а связано как бы с решеткой, потому что окна открыты и все как-то держится на решетке. Установили нам все входные, во все входные точки, то есть все окна, входную дверь и балкон. Выдали мне кнопочку паники, никогда я с этим не сталкивалась до этого, но мне как бы так показали, что нажмешь на кнопочку и к тебе приедет группа захвата. они скрутят, поймают твоего обидчика и все будет окей. Я не знала, как это работает, но я за этой кнопочкой видела армию захвата. Такие ребята в бронежилетах идут с автоматами и на мою защиту идут, скручивают моего обидчика. В общем, успокаивала. С момента установления security system в моем доме я, когда ложилась спать, всегда брала с собой сотовый телефон и эту кнопочку паники. Быть готовой к обороне всегда, как солдат. Я перескочу сразу к моменту, когда мы встретились с мужем наконец, он приехал ко мне в Кингстон и мы начали наше романтическое путешествие. Мне придется рассказать о путешествиях и приезде мужа в следующем серии, потому что файл получился очень большой и делю это на две части. Так что увидимся в следующей серии. Я буду загружать сразу оба файла. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok